Как вы можете остановить ваше тело, чтобы оно не просило сахар? Конечно же, диета важна. И ни один человек не выходит из нашего офиса, не сев на первую фазу питания. Один из самых главных вещей во время ПМС – никогда не давайте, чтобы у вас было чувство голода. Ваш организм подготавливается к тому, чтобы забеременеть и рожать. И организм хочет знать, что там достаточное количество питания для будущего ребенка. И если вы застрессованы, и вы еще голодаете, вы пропускаете пищу, это вгоняет организм в еще более глубокий стресс, и вы усугубляете ваши проблемы. Очень важно есть каждые несколько часов. Это не должно быть полкоровы. Но это должны быть здоровые белки, жиры и овощи. Морковка, сельдерей, кусок курицы, немножко белков, то, что вам нравится. Возьмите в кулечек несколько кусочков. Если у вас вдруг появилось чувство голода в любом виде и форме, пожуйте чего-нибудь. Вы знаете, почему организм просит темный шоколад? Там магнезия много. И, разумеется, там есть химикаты, которые помогают вам успокоиться. Если у вас нормальное питание, у вас хватает магнезии в диете, у вас аппетит на шоколад пропадет. Много тысяч лет организм привык к тому, что если у вас стресс в организме, это обычно из-за того, что вы убегаете от медведей или деретесь с мужьями. Как научить свой организм, чтобы он не выходил в эту систему стресса? Это, возможно, одна из самых главных вещей, которым вы должны научиться в вашей жизни в данный момент. Потому что весь стресс, которым вы живете каждый день, находится у вас в голове. Когда был последний раз, когда вас кто-то был хотел побить? По-настоящему. Когда последний раз вас кто-то ограбил или изнасиловал? Это бывает. Но это случается каждую неделю, каждый день? Каждый месяц, когда у вас ПМС? Это в вашей голове все. Это не имеется в виду, что вы просто себе это придумали. Это не то, что он говорит. Если вы мать-одиночка, у вас трое детей, и вас уволят с работы, это серьезная проблема. Но если возьмете бейсбольную биту и возьмете своего бывшего начальника и дадите ему по башке, это ничего не справит в вашей жизни. Кричать на ваших детей, поменяет ли это что? Нет. Это проблема, но это проблема в вашей голове. Как вы поменяете это? Как вы можете поменять психологические проблемы в вашей голове, чтобы ваш организм не уходил в нарушение сахарного баланса? Доктор Джейна делает терапевтические вещи, которые программируют организм, это не делать. Он работает с людьми, у которых есть разные виды хронических заболеваний. Если они не могут расслабиться и успокоиться, их невозможно вылечить. Но есть вещи, которые вы можете делать дома, и он сейчас научит вас делать эти вещи, некоторые из них. Первое, что вы должны научиться, поменять то, как вы дышите. Если вы убегали от медведя, как бы вы дышали, очень быстро и не глубоко. Если вы дышите таким образом, организм сразу программируется на то, что вы уже в состоянии стресса, нужно с кем-то драться вот-вот. С другой стороны, нервная система, если вы дышите глубоко и равномерно, нервная система считает, что стресса нету и нужно успокаиваться. То это должно быть что-то по-другому. Если у вас есть маленький ребенок, и вы решили поругаться с мужем, вы будете делать это при ребенке? Если у вас есть ребенок, вы обычно его успокаиваете, кладете в тихую кровать, прочитали мы что-то, может быть, спели, включили музыку, вышли оттуда, а потом уже идете ругаться. Это то, что вы должны делать для своего организма тоже. Представьте, что ваше тело – это маленький 2-3-летний ребенок. И лечите ваше тело так, как вы лечили бы этого ребенка, если бы вы могли это делать. Самое главное первое – глубоко вздохнули, медленно выдохнули.